Месяцы простоя. Официанты, фитнес-тренеры, продавцы торговых центров, сотрудники фудкортов. Весной оказались не у дел. Кого-то сократили, кто-то ушел сам, не видя перспектив. В конце лета, после ряда послаблений, ситуация начала меняться. Но многие продолжают поиск. К примеру, героиня нашего сюжета Юлия работу потеряла весной, пока так и не нашла. Полгода состою на учете, на бирже. Жду, пока мне предложат подходящую мне вакансию. Пока их нету. Желающих очень много в поиске работы. Бывают иногда временные подработки. Но это нестабильный доход. А вот Аркадий Евтюшкин даже временной подработки не искал. Нашлась сама собой. В августе проходил мимо бригады, состоящей из мигрантов, которая занималась укладкой асфальта. Рабочих рук таким коллективам сейчас не хватает. Ведь многие иностранцы по-прежнему не могут вернуться в Россию. Предложили тут же, поработай у нас тоже. Я говорю, ну ладно, хорошо. Я говорю, значит, эта самая тачка у меня есть, все есть. Когда пошла укладка асфальта, асфальтовокладчиком, я около этого асфальтовокладчика даже поработал. 12 дней. Тысяча в день. К слову, рабочие руки были востребованы всегда, нужны и сейчас. Об этом говорят и специалисты управления по труду. Постоянным спросом пользуются квалифицированные рабочие на производство. Это токари, слесари, фрезеровщики, аппаратчики, станочники, электромонтеры. Также неизменным спросом пользуются инженерно-технические специальности, специальности среднего управленческого звена. В управлении отметили, что спрос на кадры начал восстанавливаться. Число вакансий по сравнению с июнем выросло на треть. Безработных в крае сейчас более 40 тысяч. Треть из них потеряли работу до пандемии. О необходимости сотрудников на производство говорят и в рекрутинговых агентствах. А еще о том, что всегда нужны менеджеры по продажам. Но работу, причем хорошо оплачиваемую, могут предложить и высококвалифицированным специалистам, которые по тем или иным причинам оказались не у дел. В периоды кризисов, как правило, рынки не только становятся сложнее, но и освобождаются части рынков. Поэтому высококвалифицированные сотрудники – это инвестиция. Потому что это возможность урвать, прошу прощения за простое слово, свою долю рынка. Вы готовы хорошему сотруднику, квалифицированному платить хорошие деньги? Вы знаете, в этой связи, наверное, наша компания будет в нише меньшинства. Наш руководитель, собственник бизнеса принял решение о том, что это как раз то самое время, когда нужно развиваться. Именно поэтому сейчас мы очень бурно, активно прирастаем людьми. И да, платить готовы. Прежде всего, многостаночникам, тем, кто в состоянии выполнять как можно больше задач. Этих людей называют модным западным словом – люди расчески. Юлия оказалась как раз такой. Теперь занимается логистикой в крупной компании. По словам специалистов, наибольшим спросом сейчас пользуются универсальные и гибкие сотрудники, открытые к переобучению. Кстати, получить новую профессию за пару месяцев можно и в нашем центре занятости, причем бесплатно. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Николай Шелко. День с толком.